Жизнь наша связана с телом, тела нет, жизни нет, и мы живем, пока мы дышим. Тоже очень просто, остановите дыхание и все останавливается. Все остальное можно останавливать, можно не есть, не пить, не спать даже какой-нибудь, но если вы перестанете дышать, то через несколько минут все закончится. Поэтому знание о дыхании очень важно для нас, для нашей жизни. Что касается тела, то все действия мы так или иначе осуществляем через тело, даже если только касается подписать что-то, это все время действие тела. И для того, чтобы жизнь была полноценной, нужно, чем более, скажем, вы развиваете тело, чем больше его осознаете, тем более полноценно становится жизнь. Что касается специальности, тем более, скажем, как дизайнеры, дизайнеры, здесь очень просто, ощущение пространства, оно рождается все равно у человека из тела, оно не рождается ни с чего. Чем больше вы внутри себя пространства это проживаете, тем больше у вас будет способности это реализовывать. и у нас первая часть, мы делаем вот восемь основ, но восемь основ связаны, прежде всего, с дыханием, со здоровьем, со звуком. А звук ли чего ружья? Потому что звук это отражение состояния нашего духа. То есть вы слушаете свой голос и можете понять, в каком состоянии ваш голос, дух находится. Мы можем витать там в облаках по поводу своего собственного состояния, но физически это проявляется сразу, тут не скроешься. Но если не можете на одной ноге обстоять, не можете справиться с своим собственным телом, то что говорит о чем-то другом? Например, у нас есть женская и мужская сторона у нас самих. Знаете? Не в курсе. Вот, например, есть левый и правый мозг. Да? Левая и правая половина мозга заведуют за разные стороны у нас. Считается, что левая половина мозга управляет правой половиной тела, а правая – левая половина тела. Поэтому, потому как видите правая сторона тела, можно понять, насколько простроены проработались мужские стороны характера. на одной ноге. Например, если вы стоите на одной ноге, на правой устойчиво, это к чему приводит? Чем более устойчив человек на правой ноге, тем более он чувствует себя защищенным, тем меньше у него страхов, больше уверенности. А также это приводит к тому, что у человека есть основания для того, чтобы, допустим, обеспечивать, зарабатывать. Потому что для того, чтобы добавить, я вот говорю, что можно какие угодно амбиции питать, но когда уже люди взрослые, я говорю, попробуйте добавить один нолик к своей зарплате. Один нолик. Да. Вроде бы ноль, но это непросто. Но для того, чтобы это произошло, это должно произойти внутри. В частности, это выражается в нашей устойчивости состоянии на правой ноге. Левая нога – это больше женская сторона. Она связана с тем, что, например, как мы себя видим, как мы себя оцениваем. Самооценка. Можем мы сказать, что мы уникальны, что мы особенные, что мы привлекательны, что мы красивы. Эта самооценка проявляется в нас через устойчивость на левой ноге. То есть, если вы внутри себя не уверены с точки зрения того, каковы ваши способности, как вы можете выглядеть и так далее, это отражается на устойчивости на левой ноге. Осознанность движения и положения правой и левой руки, она связана, например, с нашим мышлением. Чем точно и яснее вы можете управлять правой рукой с этой стороны, тем яснее ваше мышление и сильнее нам будет. Левая сторона, левая рука связана с нашими чувствами, эмоциями. Чем свободнее левая рука и чем осознаннее вы ее располагаете в пространстве, тем больше вы способны, скажем, гармонизировать чувства, уметь ими управлять и так далее. Понятно? То есть, есть прямая связь между телом и сознанием. Наше собственное тело – это самое прямое выражение нас. Самое прямое. Что касается нашего торса, он тоже связан с нашим состоянием. Если, например, у человека вот что-то в сердце не проработано, или что-то тяжелое на сердце, он его убирает назад. Вот люди, которые вот так ходят, суднулятся. Потому что, ну как вот, например, если вы в лифте бы ехали с кем-то, или рядом кто-нибудь там плохо пахнет или неприятен, что вы? Вы это обвинетесь, да? Той частью тела, которая вот близка, правда? И точно так же, если у вас в жизни есть обстоятельства какие-то, которые вам неприемлемы, ваше сердце неприемлемо, то вы будете отодвигать себя. Вы будете сутурить, именно поэтому ваше сердце отодвигается. Точно так же, если человек слишком вот устремляется за тем, за каким-то образом, то, естественно, голова идет вперед. Когда человек вот не уверен, что может что-то увидеть, у него осанка вот такой становится. Понимаете, да? Вот как бы голова тянется вперед. И наоборот, когда человек не хочет, может быть, он начинает отклоняться назад. Или хочет увидеть большую картину. То есть вот все наши вот внутренние тенденции, они проявляются в теле. В любом случае, если позвоночник выровняет, это дает нам достаточно, ну как бы, естественную силу. Если позвоночник искривлен, не родным и не держит сам себя, то приходится, так сказать, органам держать, как бы органы лежат не на, не подвешен на позвоночник, как на колонну, лежат друг на друге. Это порождает утомляемость. Это порождает слабость. Это порождает болезни. Поэтому основа вообще физического здоровья, прежде всего, она проявляется в чем? Она проявляется в осанке. И осанка это не только внешне, что вот хорошая осанка хорошо выглядит. Потому что, почему вот она влияет? Потому что она является отражением внутреннего состояния. Нет духовно выпрямленного человека, который бы горбился. И вот таких нет просто. Это все йоги, они с прямой спиной. Если вы видите все там воины с прямой спиной. Ну что это? Там тренируется дух. Но это не дается бесплатно. И дыхание не дается бесплатно. Нам надо учиться дышать. Нам надо учиться стоять. И для того, чтобы мы уже могли делать это нормально, нам необходимо, нам необходимо совершать определенные действия. Поначалу. Чтобы выпрямиться. Чтобы был нормальный каркас. Понимаете, да? Сейчас, по большому счету, у многих людей как бы каркас сломан. Он где-нибудь завернут. В плечах ли это. В ногах ли. В бедрах. В пояснице. Понимаете, да? И вот когда мы делаем вторую часть, то мы выпрямляем все это. Все положения рук, которые мы делаем, они способствуют этому. То есть, в начале мы выпрямляемся прямо, через дыхание и движение. Через восемь основ. А потом мы начинаем делать это более глубоко. Затем, например, для того, чтобы вы что-то сделали творческое по-настоящему. В жизни или дизайне. Нужно уметь соединять ум и душ. Нужно уметь мыслить и чувствовать одновременно. Вы вообще столь ли на это не способны? Мы либо чувствуем, тогда у нас воображение, в смысле мышление замедляет. Либо мы думаем, тогда мы уже не чувствуем. Для того, чтобы это могли бы делать вместе, у вас левая и правая половина должны работать вместе. Понимаете, да? Левая, правая половина мозга должны синхронизироваться. Как мы можем их синхронизировать? Мы можем делать очень просто. Если мы берем левую и правую руку и начинаем создать и оставить позиции, которые мы сами управляем. Если мы можем это делать, то левая и правая половина мозга начинает синхронизироваться. Начинает расти новые связи. Поначалу это сложно. и сам процесс проращивания связи он достаточно дискомфортен может показать но когда он вырастает то вы можете обнаружить потом очень большие перемены внутри себя и в том что вы делаете а если мы к этому еще и подключим внешние части и способность удерживать много объектов сознания и одновременно ими управлять к чему приводит точно даже когда вы создаете некий образ то вы можете сразу увидеть его целостно не по одному а целостно и выйти уже на уровень очень глубокого такого резонанса символической подачи до нужно скоординировать начало и конец движения и звук хорошо иначе звук сам по себе и дух сам по себе тело саму здесь вот как раз идея чтобы мы могли их синхронизировать вы знаете что гласные есть во всех словах когда мы произносим только гласным и как мы произносим суть всех слов каких только мы произносим вверх а а а а а очень благотворно влияет на нервную систему, укрепляет ее. А также создает, считается, защитную энергию и против погодных условий, против инфекций, против всего. Вдох. Выдыхаем слон. Скручиваем. Теперь назад. Вверх. 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 Вдох. Теперь левая рука, правая нога. Девушки, смотрите на меня. Вдох, задержка, выдох, весь укротив положено включать, вдох, выдох. Вода, море, молния, небо, огонь, ветер, гора, земля. Гора, ветер, огонь, небо, молния, море, вода, земля. Теперь, я смотрю, вы уже все усвоили, это вот симметричность, у вас хорошая способность, но теперь мы расщепим, то есть каждая рука будет двигаться в своем направлении. Понятно? Ветер, море. Пальцы в стороны. Огонь, молния. Говорите всем, огонь, молния. Небо, небо. Молния, огонь. Море, ветер. Вода, огонь Не слышим Вода, огонь Земля, небо Гора, молния Море, ветер Море, ветер, говорим Море, ветер Глава И Три Четыре Пять Шесть Семь И Восемь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь И Восемь 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 Ощел И Чего Теперь yi и все остальное.